А что еще вам необходимо? Вам необходимо поставить качественное оборудование. Оно здесь есть. Вы понимаете, что мы не первый год работаем с этой фирмой. Уже 10 лет скоро в году-то будет. То бишь, люди работают, люди вам показывают, люди это делают. И самое забавное, что это, конечно, сделано ими. Потому что люди работают, им необходимо действовать для города Магнитогорска. Они здесь живут. Ну, конечно, не только здесь живут. Потому что Водомер это очень крупная компания и имеет большое количество филиалов. Но, тем не менее, что касаемо города Магнитогорска. Во-первых, капремонты домов. Она также это делает. То бишь, вы должны понимать, для чего эта фирма работает. Она работает только для вас. Что такое город? Это безумное количество людей в одном месте. О спокойствии мы не говорим. Нет. Большое спокойствие и это жители одноэтажной Америки. Хотя там, как правило, два этажа. Но что такое жители многоэтажек? Это сотни километров труб и кабелей. И это разбросано по городу. И ладно хоть Магнитогорск. И это лучший и небольшой город. А если это миллионник, трубы и кабеля увеличиваются многократно. И это все необходимо обслуживать. А вы думаете, что нет? А зря. На километры труб сварочных швов. Километры обвязок. И вдруг что-то лопнет. И что тогда? И тогда вы попадаете. Я не знаю, как вы, а я попал на пожар сверху. И бабушкина квартира была уставлена тазиками и ведрами. Снятие квартиры снималось с текущей крышей. Последнюю топили безумные соседи и странные новориши. Но как-то так получилось. Мало того, когда я делал евро, я топил соседку снизу. И делал своими руками там ремонт. В ванной комнате и в туалете. Хватило. И непонятно, закончится ли это. Мы просто про отопление говорим. Я не говорю про электричество. Не менее странные бомжи сверху залили часть проводки в моей квартире. Так что до ремонта мне пришлось питаться проводами из первой комнаты. Удовольствие до обокакаться. Вот как-то так получается. То есть гемора хватило. Гемор последний мне сказал. А где сервис то? Где он? У меня управляющая компания Курс. Может хорошая. Но почему я пошел в подвал. Сам открыл его. Сам показал, где закрыть теплую и холодную воду. Это вообще-то нормально? А вы там в управляющей компании не оборзели? Вы берете мои деньги. И ничего. Я повторяю. Ничего не делаете. Ну наглешь. Это Ленинский район. Я вам показываю Орджоникидзовский. У нас ладно пять этажей. А здесь-то больше. Ау, здесь-то как? Да, наверное, никак. И в некоторой части надо понимать легкую озлобленность города. Вы нас собираете реально и круто. И ничего не делаете. Как бы вам-то сказать. Нары это только начало. То есть далеко не каждый житель Магнитки имеет свой дом. Но количество сворованных денег говорит об обратном. 70% новых домов. И откуда ваши деньги? Не наворованные? Не-не-не, конечно. Если банкир, то нет. Ну мне-то не рассказывайте. Не мне рассказывать надо. Хотя есть нормальные ремонты группы. Хотя, простите, их нормальных мало. А чтобы вы доехали, вот вам YouTube-канал. Мой, естественно. Опять не верите. А зря. Водомер. Вон, посмотрите, как работает. А? Есть реально все. Все-все-все. Километры труб и радиатор. Все переходники, отличные провода. Да вы хоть поймите, кто, имея лучшую репутацию, этой репутацией делится. И это водомер. Итак, мы о чем сейчас будем говорить? О том, что даже невзирая на то, что мы находимся на улице 50 лет в Магнитке, а тут до края города метров, наверное, 500, не более того как. Ну, я имею в виду до того края города, где многоэтажки есть. Потому что чуть-чуть дальше там дома, естественно. Ну да, то есть, понятно, да? То есть, центр города, это, по-моему, не совсем Ленинский район, кури, честно. Знаешь, туда-сюда люди ездят. Ну да ладно. Опять, сейчас еще грузовик пойдет, это вообще прелесть какая-то будет. То есть, если мы говорим о наших грамотных материалах, то вы понимаете, да, где работает. Работает все здесь. Именно здесь. Конечно, мне Ленинский район нравится больше. То есть, там пробок нет. Но, тем не менее, здесь, вот здесь и есть пробки. И это хорошо. Да и хорошо, что Арджоникизовский район тоже работает, качественно мускулирует себя. Нам-то проще будет. Ну да ладно. Почему мы приехали сюда в водомер? Потому что, вы понимаете, да? То бишь, очень много у нас управляющих компаний. Ну, они то появляются, то исчезают, то новые, то пятые, то десятые. Ну, проблемка в этом не заключается. Но, когда мы говорим об одной конторе, которая располагает за моей спиной, да, улица 50 лет, магнитки 33А, водомер, вот, мы вам говорим о тех вещах, которые вам необходимы. Что для вас необходимо? Для вас необходимо сервисное оборудование. Да, пожалуйста, проезжайте, господа мои. И еще люди проезжают. Да, это просто хасмар какой-то. Да, люди тусуются. Да, блин, пасхальный. Да, вот он движняк, вот он красивый движняк. Примыкающая улица. Примыкающая улица, да? Ну, нормально все. Здесь, здесь люди не спят. Круглые сутки. Круглые сутки вы можете себе взять грамотных специалистов, которые отремонтируют водопровод или его перекроют. А потом сделают, естественно, специалисты своего уровня. И также можно сделать всю электрику. Представляете, круглые сутки. Чем вам не тема то? Чем хорош YouTube-канал? Тем, что иногда... Поверьте, есть и ТикТок. И там тоже будет наша история. История Магнитогорска. Делится собственной значимостью. Я на телевидении пока 25 лет. Но что для телевидения и для чего оно мне интересно? Телевидение и это лучшая история отношений. Сейчас объясню. Что такое человеческая жизнь? В 95 случаев это работа. Есть только 2 дня отдыха. Что-то стало сложно. А то, что такое грамотное телевидение? Это большая уникальность и большая история. Но кто эту историю делает? Я реально ненавижу журналистику. Я ее не люблю. Но я стараюсь, чтобы меня поняли все. А иначе как? Потому что для меня это главная работа для тех, кто реально загружен. Тех, кто видит только вставание в 6 часов и сон в 21.00. А этих-то много. И вот весь вопрос. Из истории отношений. Сколько раз я видел и сколько раз я показываю. И сколько раз я не повторяюсь. И повторяться не буду, так как я видел повторы. Я не для этого работаю. Вот все мне говорят про машины. Я говорю по сути, что все машины на 5 колесах. 4 в кузове и 1 рулевое. Все остальное банты. Но есть реклама. Я ей занимаюсь. Но занятие рекламой это не вылизывание попы. Этим пускай занимаются другие телеконторы. Их-то много. Тирают про ассортименты, вкус и при этом не имея никакого понятия. А зря. Я про вкусы говорить не буду, но в городе идеальных блюд немного. Мало того, я знаю всего две конторы, вкус которых лучший, но не безупречный. Я не говорю про сервисы, нормальных нет. Но иногда все косячат. И справляются. И я могу это сделать. Потому что без косяков нет телевидения. Вот как. Нету идеала. Есть идеальные кадры, но и они заваливаются. Я про себя. Но чтобы не заваливаться, нужна большая мысль. В данном случае не повторяться. Круто? А стараемся. Вы так не можете стараться, не попадая под стандартный учет. Надо работать с лучшими. К слову, лучшие кадры, и это был Корпункт ЧГТРК. Лучший специалист, это Андрей Хиловский. Лучшие операторы, это Валерий Гемервер. Лучшие техники, это Анатолий Синельников. Ну, ну и другой человек. Человек, дающий вам историю Магнитогорска. А теперь все это перемножив на истории реальных людей. Так сколько их? Сколько может пережить человек от ТВ? Много, так много, что и не перечесть. И это он должен быть лучшим. А мы таковыми и остались. Но лучшими вещами мы делимся с вами. Так что на памятниках истории надо говорить о бесконечности лет тех, кто делится с вами. Таких, по сути, немного. 25-30 человек. История которых, и это история всех жителей, с которыми они общались. Так что я не знаю начала и не знаю конца. Но сведениями от многих я делюсь. Не каждый поймет. Но есть уникумы. Для которых в моем эссе и есть понятие бесконечности переживаний и эмоций, с которыми сталкиваются работники телевидения. Это далеко не газеты, это далеко не радио. Там все не так. Это бесконечность. И этой бесконечностью я делюсь с вами. Потому что принцип-то прост. Вы на интернет-канале можете посмотреть это бесконечно. Вот в чем принцип интернет-обещания. Вы можете, обратившись к нам, сделать материал. А затем, переехав в другую страну, увидеть он и. Это круто. А то. Есть вариант перевода на английский. Чтобы вы знали. А вот это не у каждого россиянина. Но я могу это сделать. Вы поняли, о чем я говорю? История наших отношений и эта бесконечность. И вы можете в этом поучаствовать. Так что думайте сами. Пока я с вами беседую, все это дело весьма интересно. То есть я продемонстрировал, что как бы центр города это не совсем Ленинский район. Да, совсем не Ленинский район. Да. Вообще не Ленинский район. То есть. Я так думал, что там еще дальше тоже такая ситуация настонет. То бишь понятно, да, где есть перемещение, где есть работа. И эта работа тоже здесь присутствует. Потому что вам необходимо сервисное оборудование. Люди, которые умеют этим заниматься. Это я для управящих компаний говорю. Прямо здесь, прямо внизу, есть товарищи, которые могут отремонтировать водопровод. И горячий в том числе. И естественно электрикой заниматься. То бишь, если мы говорим о службе сервиса, то мой вам реальный грамотный совет. Обращайтесь в водомер. Потому что ну такое случается. А эти не случаются. Потому что они работают уже 20 лет.